здравствуйте дорогие друзья заканчивается недельная глава как всегда ничего не успели и много тем которых вообще не затронули давайте очень быстро во-первых все что происходило с людьми пустыни проблемы вечно у них какие-то сложности были обратите внимание у них было ман был не надо стирать не надо убирать не надо переживать все как бы рецепт готов очень успешно и в этом плане поколения но было недовольно она переживала за завтра и написано что здесь есть проблема главная для человека человек должен жить сегодняшним днем до это противоречит космической доктрине которые там ну нам говорили до 14 получать удовольствие и жить сегодняшним днем потому что если человек будет думать что там будет завтра всем запугает вчера уже нету есть только сегодня да надо что-то прочерчивать на завтра думать надо и жить сегодняшним днем поэтому такие переживания чё Stock иногда думает почему я более а тот нет почему у меня деньги есть а у того нет почему у меня там это это страшный яд проникает написано что переживание за то что будет завтра проникают в организм человека и разрушают его как самый страшный яд который может только быть человек вообще должен отделять конкретную боль от переживаний то есть вот это их проблема да это боль я с ней там справляюсь но не в общее переживание это раз второе смотрите что еще рассказывается недельной главе какое мы иногда читаем сейчас вы умер праведника тот ушел из мира тот ушел нам писать сам деле на главе смерти праведника рассказывается о том что спирт праведника защищает поколение и каждый раз вот начал была череда смерти таких великих людей произошло в израиле то что произошло был умные великие люди знали это все однажды один раввин пришел к равву карелицу это хазон иши видел что все растерянно он просто рыдает вообще зашел комнату он рыдает совершенно невероятно и он рыба что случилось и он ему подает телеграмму и говорит умер глава каменецкой ишивы борух лейбович это был тридцать девятый год 1939 год ну и травин не понимали да это большая утрата но так убиваться на ты не понимаешь его молитва защищала всех евреев европы а теперь все пропало кто будет их защищать то есть сам великий праведник понимал какая величина на земле праведник надо к этому тоже так относиться арон здесь еще вообще не уделили время арона великий человек первую очередь чем я не говорю там каких-то там космических делах я говорю очень просто когда два человека ссорились арон подходил игру знаю что тот так переживает там все спит и наоборот потом к тому приходил и так в результате этого мирились людям я в своей жизни попробовать этим путем это очень интересно это я даже пробовал нам совершенно не разговаривающих друг другом олигархах когда приходишь к одному горшок мой этот тайон такой-то нигде он с тобой так хорошо тебя отзывался там так и вы знаете это работает потом идешь ко второму не просто работает этот принцип арона в жизни уникальный попробуйте его в какой-то там с какими-то друзьями с кем-то тем более что помирившие страны людей и семьи это написано что это огромная-огромная заслуга колодец мирям очень интересная вещь очень много рассказывать можно этот колодец вы отдавайте одну так аспект и существует сегодня колодец мирям написано что во многих общинах каббалисты имели обычай черпать воду каждый после окончания шаббата мацей шаббат на исходе суббота из какого-то ну там водоема источника колодца у нас водопровод может быть потому что написано что мацей шаббат колодец мирям мистической это же духовные вещи он проходит все водоемы на земле и в этот микросекунду если кто-то сумеет поймать эту воду то он исцелится от всех болезней так написано в наших книгах это просто это сказал альтеремы не я поэтому можно еще одна интересная вещь хочу сказать йоркс от сегодня такого человека великого араби хаим делороса это 1700 какой-то не помню год один из крупнейших каббалистов очень большой человек но хочу вам рассказать его первых чтобы оставить свечку памяти на замечательно это память улегу отчека но был есть гулаз была этого великого араби хайма делороса написано что в деле это внутри сейчас его йоркс в его день есть надо есть халву с кунжутом или любые сладости съесть с кунжутом потому что он владел если коротко короче даже то кунжут помогает наверху в этот день сгладить какие-то сложности если он нам в этот день пообещал что если мы сидим кусочек и наши дела облегчаться но я думаю что это самое простое что можно сделать еще большим там говорил что садиким они такие маленькие сумсунга маленькие маленькие скромные незаметные но тора их сладкая как халва брахавая слаха шаббат шалом всего самого-самого лучшего